Мы вчера закончили на втором горе. Возвращаемся к 11 главе Откровения. И продолжим с 14 стиха. Когда там произошло третье горе. Летающий стервятник предупредил о трех горях. Первое горе было в 9 главе, в 12 стихах. Второе, в 9 главе, в 13 стихах по 21. И третье горе, в 11 главе, в 1 по 13 стихе. Поэтому идет скоро третий горе. И в 14 стихе по 19 стихе. Это включает в себя армагеддонскую битву. И в стихах с 15 по 19. Там звучат 7 труб. И открылся небесный храм. И в 15 стихе воскрубили 7 труб. Первые шесть труб были в главах 6 по 9. И это было как смешение. Потому что это происходило в период между раскрытием 6 и 7 печати. И в результате пятой трубы пришло первое горе. В результате шестой трубы второе горе. А теперь седьмая труба. В результате звучания седьмой трубы будет третье горе. В 16 и 17 стихе поклонение двадцати четырех старцев. И эти события, с этих событий начинается правление Мессии. И грядущие бедствия теперь уже не просто частично. Они уже завершились и это абсолютное разрушение. Мы видели также суд над мертвыми. И также из контекста видим, что это было воскресение праведников. А не нечестивых, тех, которые мертвы. Нечестивые, которые воскресли только после тысячелетнего царства. И это говорит о воскресении, которое дано святым и пророкам. И в девятнадцатом стихе открылся храм Божий на небесах. И также введут еще семь знамений. Одиннадцатая глава, девятнадцатый стих, это как заключение предыдущих стихов. И также является введением к двенадцатой главе. То, что в храме небесном есть ковчег Божий. Это говорит о том, что это истинный ковчег. Который служил прототипом сооружения ковчега на земле. И который находился в земной скине и в храме. Какое можно применение, как можно применить голоса, молнии, громы, землетрясения. Землетрясение великий град. Как это можно понять. То, что это будет окончательный суд над всей землей. И теперь мы переходим к следующим событиям. Которые параллельны печатям и трубам. Это как драматическая кульминация этого периода. Во время второго прихода Иешуа. В двенадцатой главе, в первых шести стихах. Это первое знамение. Жена, родившая сына. Жена обличена в солнце. И это считается Израиль. И Иоанн видит знамение, символ важной истины. А не просто какое-то чудо. И есть и другие шесть чудес и знамения, упомянутые в Откровении. Это знамение называется Великим Знамением. В отличие от других знамений. Хотя она происходит на небе. Очевидно, это знамение отображает реальность, которая на земле. Сколько изображается, что дракон, Сатана, преследует ее во время Великой Скорби. Женщина — это не символ Мессии. Также это не символ тела Христова в общем. Но это Израиль. Как народ, откуда произошел Мессия. В Танахе Израиль изображен как жена Бога. И изображение жены, она обличена солнцем и луном. Это ссылка на Бытие 37 главу. Стихи 9-11. Где эти небесные тела — символ Якова и Рахили. Поэтому, на — это исполнение завета Аврамова. В таком же контексте Звезды — это символ сыновей Якова, 12 колен израилевых. Поэтому жена, как народ израильский, мучается в родах. И ожидает, когда будет рожден ее ребенок. Мы знаем, что Дева Мария родила Иешуа. И Он появился в этом мире очень драматично и чудесным образом. Так же Иешуа должен прийти в этот мир посредством Израиля. И Израиль не может быть избавлен, не сможет исполнять свои функции. Если только вначале они не признают того, кто был рожден от Израиля — это Иешуа. Который должен повести Израиль к ее судьбе. И, как мы знаем, это две тысячи лет мучений. Агония евреев и боли евреев. Страдания евреев. Которые пытаются каким-то образом осознать, кто такой Иешуа. И поэтому Израиль все еще ожидает этого избавления, либо этих родов. И постоянно какие-то несчастья, беды с Израилем, как и с женщиной, рождающей. Постоянно мы можем этот образ увидеть в Исаии и в Иеремии. Следующее знамение, которое было на небе. Это знамение большого красного дракона. Это никто другой, как сам Сатана. Дракон, имя Дракон, появляется в Новом Завете только во второй половине книги Откровения. И также тринадцать раз мы можем найти это слово. И Дракон в иудаизме – одно из многих имен Сатаны. Красный цвет может указывать на его качество, как убийца. Семь голов, десять рог, и на головах семь корон, две дим. Это относится к первоначальным десяти царствам. Трое из которых были подчинены небольшим рогам. Это Данила, седьмая глава, восьмой стих. Который является мировым правителем. Который правит во время Великой Скорби, во время возрожденной Римской империи. Поэтому хвост дракона Сказано, увлек одну треть часть всех звезд в море. Это может говорить о тех, которые противостоят вместе с ним политически и духовно. Или же временное управление, либо подчинение большей части земли под его правлением. Если посмотреть Данила, восьмь-десять, где метафоры используются, чтобы экспрессировать великая гордость и высокомерие этого правителя. И также уничтожение одной третьей части звезд Соответствует уничтожению одной трети различных частей мира. Это как результат всех тех казней в результате звука седьмой трубы. Здесь дракон ожидает рождение ребенка с намерением уничтожить его, как только он родился. Враг все эти столетия пытался предотвратить, чтобы Иешуа как-то жил и что-то дел в Израиле. Знаем, он родился в Ефлеме, и потом многие искали его жизни. И когда Иешуа был распят, Сатана думала, что победил. Сатана постоянно пытается сделать все возможное, чтобы жизни Иешуа не было в Израиле. В пятом и шестом стихе мы видим, что этот человеческий ребенок — это Мессия. И она — это Израиль, как можно определить, с первого и второго стихов. И в пятом стихе она родила ребенка, который должен править над всеми народами, и который был восхищен к Божьему престолу. Человеческий ребенок должен править над всеми народами, жезлом железным. И также это мы видим в Откровении 19.15. Так же восхищение ребенка к Богу и к Его трону это как изображение восхищения Иешуа. И также внимание уделяется матери ребенка, это Израиль. И что она живет во время великой скорби, и она убегает в пустыню, в место подготовленное Богом, где они заботятся в течение трех с половиной лет. И, возможно, это говорит о сохранении некоторой части израильского народа во время великой скорби в ожидании второго пришествия. И, возможно, существуют большие перерывы по времени между пятым и шестым стихом. Но такие разрывы во времени – это очень распространенное выявление в Писании. Теперь мы приезжаем к второму стиху, в веке 7-12. Третий стих. Третий стих. Первый стих. Первый – это женщина, вторый – это дракон. Седьмой, двенадцатый стихи. Их они не считает. Нет, мальчик, не считает, что символом. Мальчик, не считает, что символ. Мальчик, например, с женщиной. Первый – женщина, вторый – дракон. В этом номере 12. О, ок. Следующее знамение. Если я не могу, я не могу, я извиняюсь. И мы возвращаемся к этому сейчас. Верси 7. Окей, теперь следующий знамение. Верси 7-12. Седьмого по двенадцатой стихи. Следующее знамение. Это война на небе между Михаилом и драконом. И хотя конфликт в последнее время на земле происходит, но здесь внимание отделяется войне, которая на небе. И поскольку в пятом стихе сказано было, что был забран ребенок, был вознесен к Богу и его трону, и ясно видно, что это попытка дракона отобрать ребенка и уничтожить его. И Майкл и его ангелы проживают войну с драконом. И Михаил со своими ангелами идет войной против дракона. Я не могу сказать это в русском. Окей. Аккорда, ну, according to the book of Daniel, в соответствии с книгой Даниила. Майкл, the archangel, seems to be the guardian angel of Israel. Архангел Михаил. Это ангел-хранитель Израиля. Архангел Михаил. Орхангел Михаил. Поэтому Майкл или Михаил они идут войной против дракона. И соответственно с книгой Данила он является ангелом-хранителем Израиля. Который приходит к Божьему народу в Данила 10 главе. И также заметьте, что битва здесь происходит не между Богом и Сатаной. Также война не между Мессией и Сатаной. Но между Михаилом и Сатаной. Здесь также Сатане сказано, что это большой дракон. Великий дракон. Это как намек на той империю, которую правят в последние времена. Также назван он древним змеем. Это намек на его искушение Евы в Эдамском саду. Диавол, дьявол. Оскверняющий, либо клеветник. Он обвинитель братьев. И также Сатана противостоит Мессии, как царю, священнику и пророку. Когда он обвиняет братьев, он противостоит Мессии, как священнику. Когда он вводит первого зверя, он противостоит Мессии, как царю. А когда он вводит второго зверя, лже-пророка, он противостоит Мессии, как пророку. Стихи 7-9. Он был свержен Михаилом с неба. И это, об этом было пророчество в Данииле 12-й главе. И это начинается, и это же начало великого скорби. Так же Сатане сказано, что он обощает жителей Земли. Так же теперь он ограничен в своих действиях. Поэтому был совершен значительный шаг по направлению к его окончательному поражению. Now, in verses 10-12, there's the announcement of the coming day of Satan's wrath это провозглашение о грядущем дне и также окончательное победе святых. Now, there's a loud voice in heaven. И также на небесах слышен громкий голос. Но там даже не сказано, что это за голос. Некоторые говорят, что это голос самого Бога. Громкий голос. Другие говорят, что это ангелы или это 24 старца. И некоторые говорят, что это убиенные святые, которое сказано в 6-м, 10-м, 10-й главах. Потому что они тоже взывали громким голосом. Также видим, что сотерия, это спасение, здесь упоминается. Это спасение не то спасение от вины, греха и от греха. Но спасение в плане избавления и завершения божественной программы. В other words, the climax of salvation history. Боже, это кульминация истории спасения. И царство нашего Бога и власть Его Мессии пришло. И это ссылка на тысячелетнее царство, когда Мессия будет править на земле. Также здесь мы находим ссылку обвинителя наших братьев и сестер. И знаем, что Сатан — это противник. И также он обвинитель на небесах, который постоянно обвиняет святых в присутствии Бога. И в 11 стихе мы видим победу святых. Когда они победили Сатану кровью Агнца словом своего свидетельства. И также потому, что они не возлюбили души своей до смерти. Таким образом, обвинения со стороны Сатаны аннулированы кровью Агнца. Потому что кровь Божьего Агнца очищает, делает чистым верующего. И дает духовную победу. Она становится возможной. И небеса могут радоваться по поводу этой великой победы. В то же самое время говорится, что еще горе будет живущим на земле. Потому что ужасное время предстоит. Потому что дьявол был свежим на землю. И он исполнен ярости. Потому что он понимает, что его время почти закончилось. Таким образом, мы подходим к следующему знамению. Которое я написал как третье знамение. Но мы продолжим дальше, независимо от нумерации. И здесь, в стихе 13 и 14. Дракон преследует жену и ее семя. И в результате того, что Сатана свежен с небес, это преследование Израиля во время великой скорби. И так же, Сатана ненавидит Израиль. Потому что Израиль избранный Божий. И Израиль занимает центральное место для земной истории и для будущего. Для личности. И здесь жене даны орлиные крылья, для того, чтобы она улетела в пустыню. Чтобы она скрывалась от змея. И этот фигурь из speech derives from Exodus 19 и Deuteronomy 32. Это параллели можно найти. И это время, время и полувремя. Три с половиной года. Пустил змей спасти свою в воду, пытаясь потопить жену. И это картина изображения излияния зла в попытке уничтожить народ. Жена Израиля защищена от убийства врагом. В 17 стихе преследование благочестивого остатка Израиля. И свирепый дракон идет войной против нее и против ее семени. Евреи, которые соблюдают заповеди Божии, также имеют свидетельство о Иешуа. И хотя программа сатана направлена против еврейского народа, антисемитизм как в целом reaches its climax against Jewish believers during this period. антисемитизм кульминации достигает применения или преследования верующих евреев в Иешуа. Это удвоившийся антагонизм против евреев. Которые обратились к Мессии в эти критические дни и остались свидетелями Ему. Итак, давайте перейдем к 13 главе Откровения. Там четвертое знамение. Хотя в первых 10 стихах 12 главы здесь сказано «зверь из моря». Здесь зверь выходит из моря. Первый стих. И мы также видим, что появляется дракон. И Иоанн наблюдает за этой сценой. Зверь выходит из моря. У него 7 голов и 10 рогов. Также на рогах находятся 10 корон. И на 7 головах написаны имена богохольные. И как в Даниле 7, 3, когда вышел четвертый зверь из моря, этот зверь тоже выходит из моря. То, что зверь выходит из моря, многие думают или объясняют, что он представляет множество народов, людей. людей из языческих стран, языческих народов. И как дракон, который в 12 главе, у зверя тоже 7 голов, 10 рогов и 7 корон. Диадема, либо корона, это символ власти и силы. И когда они носят несколько диадем, это предполагает суверенитет над многими странами. И также четвертый зверь из Данила 7 главы там тоже у него было 10 рогов. И там тоже интерпретация такая была, что это 10 царей. Богохульные имена. Это могут быть имена, как у римских императоров. Как и римские императоры хотели, чтобы их называли Господом, либо Спасителем. Или даже Сыном Бога. И даже у них были богохульные имена. И это указывает на их богохуническое отношение к Богу и к Его Мессии. И зверь здесь напоминает барса, и у него ноги медведя, пасть льва. Это во втором стихе. И похожее видение было в 7 главе Даниила. Там, где успешные мировые империи, описанные посредством льва, это Вавилон. Медведь — это Мидо-Персы. А Барс — это Греческая империя. А четвертая империя совмещает в себе все империи, все их характеристики. Намного она страшнее и могущественнее, и даже богохульнее, чем все предыдущие империи. И зверю дана сила и власть от дракона. И поэтому сила, которая дана четвертой империи, — это сатанинская сила. И как 2-й Фессалоникий, 2-й глава, 2-й глава, стихи 8-й, 9-й, там сказано, беззаконник приходит как посланник сатаны. В 3-м стихе смертельная рана. Иоанн видит, что одна из голов получила смертельное ранение. И также это тоже очевидная параллель с убитым Агнцем. Which is described in chapter 5, verse 6. The seemingly fatal wound was healed. And now the whole earth just marvels at the beast. And there are... The ruler of one of the ten kingdoms will receive a wound that would normally be fatal. But evidently, he is supernaturally healed by Satan. Now the beast is both personal and the empire itself. And so is the head. The revival of a future empire is considered a miracle. And a demonstration of the power of Satan. И это проявление силы сатаны. In verse 4 we see that there is the worship of Satan by all the world. В 4-м стихе поклонение сатане всем миром. The final form of apostasy is in fact the worship of Satan himself. who in his whole program seems to want to be like God. Because men worship Satan they also worship the beast. The man who rules over the revived Roman Empire. The beast is Satan's substitute for Messiah as King of Kings and Lord of Lords. And to this beast then the whole world comes to offer worship. And so the point at which this takes place is apparently at the beginning of the great tribulation when the head of the revived Roman Empire when глава обновленной Римской империи о нем сказано что он зверь is able to assume authority over the entire world. что он узурпировал власть над всем миром. And so here in verses 5 and 6 we see the blasphemous character of the beast as world ruler. the wicked character of this ruler is shown by his boasting and his blasphemy. This again is reminiscent of Nebuchadnezzar and Belshazzar. This again is reminiscent of Nebuchadnezzar who blasphemous God's name He blasphemous God's tabernacle and blasphemous God's tabernacle as well as all those in heaven. And in 2 Thessalonians 2.4 2 Thessalonians 2.4 The Antichrist is described as occupying the temple and presenting himself as God. Now the in verse 7 we see the universal dominion of the beast acting as Satan's tool the beast is able to wage war against the saints. The saints throughout the entire globe and to overcome them. And in verse 8 just as the entire world is under the political dominion of the beast so the entire world will worship the beast except for the messianic believers and while the book has been previously mentioned the book of life has been previously mentioned here there is a further description of the book where it speaks of the book of life of the Lamb who was slain from the foundation of the world. And so in verses 9 and 10 there is an exhortation to hear those who persecute the believers and lead them into captivity will suffer the righteous wrath of God which brings us to our next sign verses 11 to 18 the beast from the earth now we see the second beast come forth мы видим что второй зверь появляется the first had come out of the sea первый зверь вышел из моря but the second beast now rises out of the earth другой зверь поднимается из земли and the second beast occupies a secondary role и второй зверь у него отводится второстепенная роль он подкрепляет всю деятельность первого зверя о нем сказано что у него два рога как у агнца но он говорит как дракон и поэтому он говорит как дракон и поэтому он говорит как дракон поэтому описание его как агнца это как бы намек либо попытка показать его как религиозного человека потому что позже о нем сказано как о пророке в откровении и возможно его схожесть с агнцем это часть того обмана для того чтобы обмануть людей он как будто похож на мессию и так же его мотивирует сила сатаны он говорит как дракон и этот зверь является подделкой Духу Святому он каким-то образом всем показывает на антихриста для того чтобы поклоняться ему и он является поддержкой первого зверя он действует от имени первого зверя и применяет власть зверя используя его сатанинскую силу используя его сатанинскую силу также он делает все возможное чтобы живущие на земле поклонялись первому зверю тому кто смертельно ранен но исцелен и этот лжепророк способствует чтобы все поклонялись антихристу стихи 13 и 14 мы видим чудеса обмана которые производит этот лжепророк он совершает великие знамения огонь огонь с небес возможно это подражание пятидесятницы либо же это возможно сходство со служением Илии либо же подделка того огня который выходил из уст двух пророков также Иешуа предупреждал Марка 13, 22 появятся лжепророки 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 совершая чудеса знамение для того чтобы если возможно увести избранных поэтому сила обмана этого зверя о чем сказано в 13-14 стихах и в 15-17 стихи требование каждому предъявляется поклониться зверю и зверь дает дыхание изображению этого зверя первого зверя и в 15-ом стихе он говорит образ зверя и абсолютная власть первого и второго зверя как таковая те которые не поклоняются ему приговорены к смерти же пророк второй зверь издает указ чтобы все кто поклоняется зверю должны принять знак на правой руке либо на лбу и эта идентификация необходима для того чтобы продавать либо покупать знак зверя это противопоставление печати Божьей на его последователях как в 7-ой главе мы это находим и так же как Бог пометил своих людей чтобы спасти их запечатал так же зверь сатаны отметил своих людей чтобы спасти их от преследований которые он будет преследовать божьих последователей божьих учеников идентификация этого знака не так важна но что важно идентифицировать так это цель этого знака те которые приняли знак зверя свидетельствуют что они верны подданы сатаны сатаны и они желают действовать внутри экономической системы которые он продвигает и они снова свидетельствуют о своем бунте против Бога но те которые отказались от знака зверя будут обречены на экономическое уничтожение они будут бездомны и голодны поэтому отказ от знака означает полное посвящение Богу предпочтение смерти чем компромисс веры в Ишуа поэтому это было еще одно средство для того чтобы заставить всех людей поклониться зверю и в 18 мы видим число зверя число 666 и многие размышляют о том что же это может значить поскольку цифра 7 это символ совершенства в Писании 666 может указано что Сатана как бы подходит вплотную но ему все равно еще чего-то не хватает и что Бог будет тем который совершит суд справедливый суд и окончательный ок